Надо смотреть на две вещи. С одной стороны, есть действительно очень важная, очень серьёзная проблема, которую выявила история с Пусси Райт. Что в нашем законодательстве существует зазор между, с одной стороны, скажем так, идеологизированными, субъективизированными, выстроенными в логике позорной 282-й статьи, по которой сажают, например, русских националистов, идеологии, вот совершил хулиганство по мотивам религиозной ненависти. А с другой стороны, скажем, например, выходка типа Пусси Райт, когда эти дамы ворвались в храм, когда они совершили, в общем, кощунственное действие в священном пространстве, она наказуема либо вот по этой позорной статье, либо никак. То есть нужно наказать действие. Но наши уважаемые андроиды Государственной Думы ухитряются делать следующее. Они втаскивают в этот закон, они втаскивают в абсолютно необходимую для нашего общества программу пункт о чувствах, о религиозном чувстве. И мы завтра получим очень простую вещь, очень понятную вещь. Вещь, за которую каждый, кто проголосует за этот закон в нынешнем виде, если он не будет изменен еще его авторами на предварительной стадии, они будут отвечать за это лично. Мы увидим, скажем, в тюрьме отца Андрея Кураева или Романа Силантьева. Там отца Даниила Сысоева, который очень резко критиковал ислам, и за это был убит, мы уже не увидим, потому что он уже в Царстве Небесном. Так вот, понимаете, есть очень простая проблема, что этим законом воспользуются неправославные для защиты веры. Мы очень ленивы. Мы очень ленивы, за нас будет поступать прокурор. Понятно. Давайте все-таки... Этим воспользуются прежде всего враги православия. Понятно. Покритиковал, скажем, пророк Ислана в тюрьме. Давайте к врагам православия. Давайте все-таки разберемся, что такое оскорбление...